В эфире телеканала ННТ Новости Дагестана. С вами Ларьяна Шамхалаева. Здравствуйте! Вначале по традиции короткий анонс. Комфортная городская среда в действии. Сразу несколько локаций столицы меняют внешний облик. Каспийск решает проблемы с вывозом мусора. Коммунальные службы города получили новую технику. Каникулы с пользой. При мечетях Махачкалы продолжаются летние курсы для детей. 10 из 10 триумфом дагестанских вольников в Касавюрте завершилось первенство СКФО среди молодежи. Дагестан получит более 2 миллиардов рублей от Фонда развития территорий. Средства пойдут на реализацию концепции по строительству очистных сооружений Махачкалинско-Каспийской агломерации. В рамках данного проекта планируется обновить более 9 километров сетей. Об этом сообщает Минстрой Дагестана. Тем временем в Махачкале начали ремонтировать улицы кавалеров Орденов Славы. О проводимых мероприятиях сообщил мэр города Юсуп Умава в своем телеграм-канале. Коммунальные службы уже провели работу по отводу воды и демонтируют дорожное полотно на участках, где было большое количество повреждений. Стоит отметить, что на протяжении многих лет данный участок подтапливало во время осадков и в промежутках скапливалась вода. В городе также асфальтируют три улицы, ведущие к 60-й школе. В целом в рамках реализации нацпроекта в текущем году ремонтируется 20 локаций. Особое внимание уделяется дорогам, расположенным рядом с объектами социальной инфраструктуры. Еще один двор города станет лучше. По адресу Юсупа Акаева, 9 и 11 начали благоустраивать территорию в рамках национальной программы формирования комфортной городской среды. Здесь проводится укладка бордюрного камня, будет асфальт, тротуарная плитка и резиновое покрытие для детских площадок. Завершение работ намечено на конец октября текущего года. Также на зеленых зонах, где планируется посадка зеленых насаждений, завезен чернозем, проведена ее планировка. Одновременно хочется добавить, что в данной дворовой территории, как и в других, будут установлены скамейки, урмы. Отметим, что с просьбой благоустроить данную территорию жители обращались к Сергею Меликову в рамках прямой линии в начале этого года. Большое вам спасибо. Я бы хотела, чтобы у вас всегда все получалось в любом объекте, чтобы были такие вежливые люди и умные дороги, приятные дворы. Они подходят к нам, спрашивают, как сделать, как вам хорошо, как вашим детям принимают во внимание наши все замечания. Мы очень рады. Большое спасибо всем администрации и всем, кто нам помог в этом деле. А по Каспийску курсируют новые мусоровозы. Городские службы получили современную технику по уборке мусора. Сделать это удалось при поддержке мэрии Каспийска. Обновленные грузовики должны были выйти на линии еще в мае текущего года, однако по техническим причинам запуск откладывался. Как говорят коммунальщики, раньше в городе случались частые срывы в графике вывоза отходов. Именно из-за изношенности старых машин. Теперь эта проблема решена. Ждем через пару недель еще одну единицу. И очень надеюсь, что проблемы с срывом, с вывозом, с такого в городе мы полностью снимем. Со своей стороны хотел бы извиниться перед горожанами. Физически что можно было в рамках тех ресурсов, которые у нас были, мы работали, старались. Но уже с новой техникой, уже эту проблему мы снимем и дальше уже спокойно будем работать. Со старой какие проблемы? На рейс выезжает, один рейс делает, она сразу заезжает на ремонт. Постоянные поломки, постоянные выходы из строя. Мало того, что это затраты на ремонт бесконечные, это идет постоянный срыв в графике уборки. Вот мы, допустим, сделали список техники, она выехала. И через пару часов две машины с поломкой возвращаются. Соответственно, их участок стоит, не убирается. Летние курсы для детей при мечетях Махачкалы продолжают свою работу. Накануне прошло совещание с учителями данных курсов. Участники обсудили текущие вопросы. В целом, по отзывам докладчиков, учебный процесс идет планомерно. Дети обучаются правильному совершению намаза, чтению сур и благонравному поведению в обществе. Как отметил в своем выступлении представитель Муфтията, важно работать каждый день, ответственно подходя к воспитательному процессу. Все это мы понимаем. Мы тоже прошли, проходили через все это. Мы это знаем. Но тем не менее, ответственность у нас не смеется. Тем не менее, мы должны вложиться, мы должны очень серьезно к этому относиться. От вашей отношения к этому, этой же работе, много зависит. Вот кто серьезно к этому относится, у него и дети много бывают, у него дети вовремя приходят, он сам вовремя приходит, у него дети хорошо учатся, у него дети уже молятся. То есть, все вот эти моменты, успешность, значит, этой работы, да, вот, это зависит индивидуально от каждого из вас. Дисциплина – еще одна важная деталь эффективности обучения. Дети, которые к 9 утра спешат в близлежащие мечети на уроки, проявляют тем самым стойкость и целеустремленность в учебе. В завершении собрания помощник Муфтия еще раз напомнил собравшимся о важности и значении работы с детьми. Теперь к новостям спорта. Известный спортивный менеджер Шамиль Газизов стал новым гендиректором Махачкалинского «Динамо». Многие годы Газизов работал в футбольном клубе «Уфа», который при нем проделал путь из второго дивизиона в российскую премьер-лигу, а также пробился в Лигу Европы по итогам одного из сезонов. Газизов также в 2020-м на протяжении полугода занимал должность генерального директора московского «Спартака». Поздравить и напутствовать перед ответственными стартами. В столичном управлении спорта, туризма и работы с молодежью прошла встреча с победителями регионального этапа турнира «Серебряный мяч» в рамках проекта «Волейбол в школу», а также с участниками фестиваля художественной гимнастики «Алина». Теперь школьникам предстоит защищать честь родного города и республики на всероссийских соревнованиях. Слова приветствия и поздравлений от имени мэра Махачкалы в адрес спортсменов и их тренеров выразил начальник управления Мурат Мирзагаджиев. Далее всем вручили грамоты за высокие спортивные достижения. Десять из десяти. Триумфом дагестанских вольников в Хасавюрте завершилось первенство СКФО среди молодежи до 23 лет. Соревнования с участием более двухсот борцов проходили два дня. Спортсмены оспаривали не только золотые медали, но и путевки на первенство России. Для этого достаточно было попасть в пятерку лучших. Так, по итогам турнира больше всех наград высшей пробы завоевали спортсмены из Махачкалы. Их семь, а оставшиеся три золота у хасавюртовцев. Всего наши вольники получили 44 путевки на августовское первенство страны. Для сравнения, в копилке борцов из Чечни и Осетии только восемь и шесть путевок. На этом у меня все. В студии работала Лориана Шемкалаева. Следите за нами в соцсетях. Всего вам доброго и до скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова